Здравствуйте! В эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Очень часто я, сидя здесь в этой студии, повторяю, что экономика в нашей жизни играет очень важную роль, может быть, одной из самых главных ролей, ну, наравне с политикой, как внешней, так и внутренней. Говорить мы будем сегодня об экономике. И гость нашей сегодняшней программы – Григорий Мелехов, директор Международной академии инвестиций и трейдинга по Краснодарскому краю. Здравствуйте! Здравствуйте! Григорий, так вот, с чего начнем? Не первый раз мы с вами уже встречаемся. И я здесь-то уже практически стал настоящим трейдером благодаря нашим с вами встречам. И поднакопились у меня вопросы за последнее время. Давайте вот с чего. Начнем. Курс рубля все-таки укрепился. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Можно ли это уже определить как, знаете, такую определенную тенденцию, то есть и дальше он будет укрепляться, или здесь есть какие-то подводные камни? Ну, я вам могу так сказать. Курс рубля… Ставки в Америке, то есть у нас все-таки основные деньги вводятся в Америке, ставки на понижение курса рубля упали до минимума за последние четыре года. Ну, я бы даже сказал, это в принципе, можно сказать, исторический минимум, потому что до этого наш рубль был никому не интересен, когда нефть падала. После того, как он стал интересен, ставки на понижение сократились на 13 тысяч заявок. Сейчас вообще, по-моему, 700, поэтому в принципе можно говорить о том, что наш рубль укрепляется и будет укрепляться. Ну, в частности, если говорить про евро-доллар, против евро рубль очень сильно укрепился именно из-за того, что у нас недавно был референдум Великобритании по выходу из еврозоны. Соответственно, это давит на евро. Фунт он вообще пробил свои исторические минимумы, сейчас летит вниз против доллара. То есть евро, соответственно, тоже снижается. Именно против рубля. Доллар снижается сейчас. Ну, во-первых, у нас нефть чуть-чуть подрастает. Ну, во-вторых, очень важное влияние у нас 8 ноября будут выборы в Америке. И там реально два таких столпа. Это Клинтон и Трамп. И, соответственно, в дальнейшем курс доллара относительно рубля очень сильно будет зависеть от результатов этого выбора. То есть получается, когда я в начале программы говорил о том, что, да, мы очень много говорим об экономике и о политике, да, вот здесь экономика и политика, по крайней мере, исходя из вашего ответа, они прямо очень тесно связаны. Но о другом. Следующий вопрос. Мы привыкли к тому, что, ну, я, по крайней мере, начинающий трейдер еще, мы привыкли следить за изменением курса между долларом и между евро. И вот на этом люди пытаются делать свои ставки, играть и зарабатывать достаточно большое количество денег или, наоборот, терять. Здесь как повезет. Тем не менее, исходя из вашего ответа, можно ли делать ставки на, допустим, рубль, доллар или рубль, евро и на этом попробовать сколотить неплохой капитал? То есть, можно ли делать на эту ставку, я имею в виду, в долгосрочной перспективе? Да, я вас понял. Ну, на самом деле, средняя волатильность пары, рублевых пар, она намного выше, чем волатильность пары той же самой евро-доллар. Соответственно, заработать на одном и том же движении вы можете в десятки раз больше. То есть, давайте поясним, волатильность, это имеется в виду изменения курсового там в короткие промежутки. Да, 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 грубо говоря, если у нас произошло событие, пара евро-доллар у нас подскочит, грубо говоря, на 1%, рубль на это все отреагирует движением в несколько процентов, то есть в 2 и в 3%. Соответственно, на одну и ту же сумму, в принципе, можете попробовать даже заработать в 2-3 раза больше. Вот, если говорить про наш рубль, то здесь все-таки у нас, как ни крути, все равно котировка рублевая, она движется с оглядками цен на нефть. Почему у нас рубль вырос с начала года на 15%? Да, потому что у нас цены на нефть выросли. Нет какой-то прям очень сильной тенденции к восстановлению котировкам до 100 долларов, но уже уверенно, четко нефть держится выше 50, и, соответственно, отсюда и рубль себя чувствует уверенно. И, ну, если там посмотреть на сам график, пара доллар-рубль, либо евро-рубль, он уже в боковике, и, ну, довольно-таки серьезно, и рубль, в общем, чувствует себя уверенно. Тогда, раз уж мы о нефти заговорили, нефть более-менее сейчас стабильна, то есть она, если и растет, то достаточно плавно, и если опускается, то тоже достаточно плавно. Вот эта волатильность, как вы говорите, изменения в цене не самые большие, можно ли говорить, исходя из цен на нефть, о том, что и рубль будет более-менее стабильным, то есть не будет таких резких скачков. И вот эта вот зависимость рубля от нефти, насколько сейчас, как бы это сказать, сильно прослеживается, да, потому что все-то говорят в Москве, по крайней мере, в правительстве, мы уже не так сильно зависим от этого. Что говорит рынок по этому поводу? Ну, как ни крути, все равно рубль сильно зависит от нефти, но здесь я соглашусь с правительством московским, потому что, действительно, он не так сильно уже коррелирует с нефтью. Ну, про нефть, то что можно сказать? Нефть у нас подрастает на фоне того, что в конце сентября проходил саммит, да, ОПЕК, и на нем уже предварительно договорились вроде как либо о заморозке, либо о снижении добычи нефти, и, соответственно, это подталкивает рубль вверх. Поэтому, ну, я же говорю, опять-таки, нефть у нас вырастает сейчас на более сильное количество процентов, рубль не так сильно подрастает, но все же подрастает. Просто там изначально было заложено, да? Да, 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 изначально было заложено, плюс ко всему этому сейчас в 20-х числах каждого месяца у нас компании-экспортеры, они продают валютную выручку, чтобы заплатить элементарно налог там различный. Да, у нас экономика со стороны очень сильно завязана на экспорт, в частности, как раз к нефтяной компании, Роснефть, Газпром, там, что у нас, Статнефть и так далее. Как раз-таки в это время они продают доллар, чтобы покупить рубль и заплатить рублями налог в казну. В казну. Да, и, соответственно, вот эта продажа доллар-рубля, она создает искусственный спрос на рубль. И, соответственно, именно вот в эти числах, я вам по секрету могу сказать, что в 20-х числах каждого месяца можно реально рассчитывать на то, что рубль у нас будет укрепляться. Так что, если там планируете покупать доллар, допустим, то лучше это делать как раз в 20-х числах каждого месяца. Я не могу сказать, что доллар будет там падать вниз, но фактор такой на рынке, он стабильно каждый месяц присутствует. То есть, и мы, профессиональные трейдеры, этим, конечно, обязательно пользуемся. Конечно. Вы же прекрасно понимаете, что все то, что я сейчас вас спрашивал, это так или иначе, я подводил вас к этому вопросу, который, ну, не знаю, мне кажется, с одной стороны достаточно легкий, с другой стороны достаточно сложный. Как же все-таки сохранить то, что у тебя уже есть? Я сейчас даже не спрашиваю, как приумножить. Пока давайте поговорим о том, как это сохранить. В чем легче, или в чем лучше хранить эти сбережения в валюте, доллары, те же самые евро, в рублях, может быть, в чем-то еще? Но прежде чем вы начнете отвечать на этот вопрос, мы спросили у жителей нашего города, непрофессиональных трейдеров, как они сохраняют собственные сбережения или какие способы они знают, что из этого получилось. Давайте сейчас посмотрим. Наверное, не покупать собаки шубу, как сейчас идем. Возможно, открыть свое дело какое-то. Наверное, экономить больше. Ну, на чем, правда, пока еще. Сами ищем ответ. Я думаю, надо сохранять свои средства и не тратить меньше. Копить их. Вкладывать, наверное, очень грамотно. А куда так? Ну, какое-то вот интересное дело. Может быть, куда-нибудь в банк разместить под хорошие проценты. Не тратить их? Ну, наверное, работать и экономить. Больше ничего. Ну, способы разные. В общем, диаметрально противоположные. Одни говорят, надо тратить и вкладывать в какие-то покупки. Други говорят, вообще не надо тратить. Нужно на всем экономить. И все-таки, как сохранить свои сбережения? Это раз. В чем лучше? Хранить то, что есть. Ну, давайте разберем самые популярные способы, какие у нас есть в стране, по крайней мере, у людей. Что это? Банковские вклады. Это дома под матрасом, как вариант. Ну, и что еще у нас может быть? Сейчас половина наших зрителей из-под матраса переложили деньги в другое место. Вот. И еще у нас в стране, ну, в какое-то время очень было сильно популярно. Сейчас не так популярно, но все же этот фактор остается. Люди у нас, ну, металлы хранят средства, то есть покупают золото, серебро. И не говорю там фактический склад. Да, 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 мы говорим эти металлические счета. Ну, вот смотрите, банковская доходность. В принципе, плюс здесь какой? Человек всегда четко, относительная все-таки стабильность. Конечно, банков отбирает лицензии, сейчас чем дальше, тем больше. Но все-таки относительная стабильность. Человек знает, что он получит деньги, что они там до миллиона четыреста застрахованы. И он знает, что он получит фиксированный процент по этой доходности. То есть, в принципе, это гарантированная доходность, правда рублевая, но доходность. Минус, как краски, в том, что это доходность рублевая. Потому что, ну, за последнее время у нас ставка по банковским депозитам, она не обгоняла инфляцию. И фактически люди имели в абсолютном выражении денег больше, в количественном выражении денег больше, а в качественном выражении... Возможности, да. Рублей было больше, но стоили они дешевле. То есть, грубо говоря, на эти больше рублей вы не можете купить то, что вы могли до этого на меньшую сумму позволить себе. Долларовые депозиты тоже вариант, потому что, допустим, последние у нас события показали, что в долларах очень хорошо хранить средства. Но люди у нас... А перед этим события показали, что в долларах брать ипотеку очень плохо. Очень плохо. Ну, по долларовым депозитам маленькая доходность. Это зависит от процентной ставки США. То есть, это ставка, под которую Центральный банк США дает кредиты коммерческим банкам. То есть, она очень низкая. И отсюда на весь мир идет вот эта низкая долларовая доходность. Вроде бы, да, вы средства сохраните, но процент будет маленький, действительно. То есть, у нас банки дают от половины до процента. Нормальные банки, такие крупные в России банки. У которых не отберут лицензию, да? Да, да, да. Ну, с большей вероятностью можно говорить, о которых не отберут лицензию. А здесь тоже, ну, все-таки людям иногда приходится голову ломать, потому что счета у нас есть в евро, счета есть в долларах. И тут многие начинают голову ломать. А вот во что мне в евро, лучше в доллары, когда мне перевести и так далее, и так далее. Ну, в принципе, имеется, имеет смысл, но доходность именно абсолютно в выражении маленькая. Если брать то же самое золото, серебро. Когда ситуация, ну, исторически можно так заметить. И проследить тенденцию, что когда на рынке ситуация неопределенности, допустим, когда реально какие-то выборы, либо когда какая-то там война назревает, либо еще что-то, исторические металлы, они как защитный актив, они подрастают. Поэтому, когда вы не знаете, что делать, вообще, когда не понимаете, что происходит, имеет смысл, конечно, инвестировать в металлические счета. Да, но тут есть один минус. Очень высокие издержки на инвестирование в эти металлические счета. И в большинстве случаев, по крайней мере, если взять у нас там последние пять лет, во-первых, у нас металлы снижались в последние пять лет, они только вот с 16 декабря 2015 года начали расти. Начали подрастать. Да, ну, после там определенных событий. Во-первых, металлы падали в цене последние пять лет. И, во-вторых, комиссионные за вот эти сделки, да, они действительно высоки. Ну, и здесь еще нужно говорить, если ты намерен вкладывать в металл, я, по крайней мере, так слышал, то это не инвестиции там на месяц, на полгода, на год. То есть это более длительные инвестиции. Тогда эту доходность можно будет ощутить в полной мере. Да, абсолютно правильно. То есть вы, ну, то же самое и про банковские депозиты. Здесь минус в том, что это срочная инвестиция. То есть вы заключаете с банком, ну, грубо говоря, договор. То, что вы деньги свои можете забрать только через определенный срок. Ну, это не совсем хорошо. Допустим, если вам срочно понадобились деньги, вы в лучшем случае ничего не заработаете. А некоторые банки, которые там накручивают высокие проценты годовые, они могут с вас еще и комиссию держать. Вот здесь вот мне очень срочно нужно наше эфирное время, потому что есть рекламный блок, который нужно показать. Мы его сейчас покажем, а потом обязательно вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить. Мы сегодня говорим о наших с вами сбережениях, о средствах, о том, как их, а, не утратить, а, б, как их сохранить и, что самое главное, приумножить. Вот в первой части, в конце первой части, Григорий, мы с вами обсудили, ну, можно так сказать, традиционные, да, способы сохранения денежных средств, банки, валюта, банковские вклады, соответственно, металлические вклады и так далее. Есть ли этому альтернатива? Это раз. И вторая, хочется же всегда, ну, всего и побольше, чтобы еще инфляция не подъедала. Ну, абсолютно верно. Я еще про традиционные немножко дорасскажу. То есть у нас помимо банковских депозитов еще люди могут хранить деньги под матрасом. Это в большинстве случаев так и бывает. Минус в том, что здесь деньги не работают, лежат мертвым грузом, но плюс в том, что вы можете их вовремя выдернуть. Вот как раз-таки минус, о котором мы говорили про металлические. Вот как было в первую очередь, за сапогами надо стоять. Вот раз, шуба, 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 бутинка. Еще есть у нас, ну, в Краснодаре, в частности, очень сильно развито инвестирование в недвижимость. То есть это очень традиционный способ, именно, по крайней мере, для нашего региона. Люди действительно там покупают много квартир, инвестируя в недвижимость. Действительно, за последние там несколько десятков лет стоимость на недвижимость стабильно росла. Да, но вот как раз-таки сейчас, на данный момент, это может создать какой-то мыльный пузырь. И вот эта стоимость, которая 10 лет набиралась, она может просто лопнуть и обвалиться. Здесь еще второй момент есть. Во-первых, да, у нас есть небольшой переизбыток. Какой об этом говорят специалисты? Я имею в виду жилья на рынке. Это раз. А во-вторых, государство сейчас этим занялось, да, и там достаточно серьезные могут случиться налоги и все остальное. И тогда такое инвестирование, я имею в виду, в недвижимость станет совсем нерентабельным. Ну, здесь с точки зрения инвестирования в недвижимость, я говорю не с точки зрения заработать, а с точки зрения хотя бы что-то сохранить. То есть квартира, грубо говоря, никуда не денется. Но если переводить все в денежный эквивалент, то действительно, квартира, она, во-первых, стареет, как и машина, как и все остальное. И коммунальные расходы, еще какие-то расходы. Да, налоговые и так далее. Да, налоговые. То есть издержки очень высокие. Плюс к всему этому, чтобы инвестировать в квартиру, нужно, есть минимальный порог, ниже которого вы не можете опуститься. И, соответственно, тут часть потенциальных инвесторов, у людей, которые хотят сохранить свои средства, она отпадает сразу. Теперь вернемся к альтернативным вариантам. Что здесь есть на рынке, на что стоит обратить, на ваш взгляд, внимание? Ну, вот девушки, там, по-моему, человек говорили про бизнес. То есть бизнес, естественно, начать свой бизнес, это как альтернативная инвестиция. Плюсов масса, можно там разогнать до бешеных высот свой бизнес и много денег заработать. Минус в том, что бизнес, он все-таки не у всех, если это жилка предпринимательская, во-первых. Да, риски очень большие. Да, есть риски, да. И не факт, что вы не знаете, когда это все будет оккупаться, если вы не профессионал в этой сфере, то есть нужна специальная подготовка. И для того, чтобы, грубо говоря, если вы хотите все-таки начать свой бизнес, у вас либо должны быть знания какие-то в этой сфере, и эти знания не должны быть поверхностные, эти знания должны быть глубокие, либо все-таки вы должны какое-то там где-то эти знания получить. То есть в любом случае, либо подготовка к этому делу, она требует много времени. Вот как альтернативные инвестиции, как альтернативный способ заработка, сбережения средств, естественно, ну, у нас в России не настолько распространено, но в западном мире это очень распространено, это именно торговля на финансовых рынках. Опять-таки, можно даже не подразумевать, как активную торговлю, просто инвестирование, позиционное инвестирование в акции каких-либо компаний, либо фондовый индекс. То есть здесь, в принципе, естественно, есть степень риска, такая же, как и в бизнесе. Здесь плюс в том, что вы можете ограничить свою степень риска. То есть, допустим, в бизнесе, грубо говоря, если вы вложили, вы, в принципе, рискуете всем, потому что очень сложно, к примеру, если, ну, не знаю, шиномонтажку какую-то открыли, вы накупили оборудование, и потом, если вы прогорите, это все нужно продать, а у вас на руках неликвидный товар. И это, ну, по определенной сложности будут. Здесь, допустим, если у вас, ну, там, грубо говоря, что-то не получилось, у вас точно так же останется ликвидный товар, который вы, там, одной кнопкой сможете продать и закрыть сделку. Ну, тогда вот еще один момент, если, может быть, заговорили о бизнесе, да, у нас достаточно развитый в сельскохозяйственном отношении регион, и здесь совершенно понятно, что доходы получаются ближе к зиме, к осени, да, когда ты продаешь урожай, а расходы наступают, наоборот, весной, когда тебе нужно, там, не знаю, зерно купить, удобрение и так далее и тому подобное. Вот эти полгода эти деньги, получается, лежат мертвым грузом, а мы с вами говорили, есть инфляция, мы с вами говорили о том, что, ну, не знаю, грубо говоря, если в банк, то это только там определенный срок, а мне деньги могут понадобиться, удобрение у меня сейчас придет. Можно ли застраховаться вот на этот короткий срок, и так, чтобы еще я мог выдернуть их в любой момент, эти деньги, да, и чтобы доходность была более-менее приличная? Ну, на самом деле это абсолютно в точку, то есть такая возможность есть, я вам больше скажу, у меня есть прям целый пул клиентов, которые приходят именно с этим, то есть это реально фермеры, именно из нашего Краснодарского края, действительно, они, ну, вот, ко мне вот приходил недавно, ну, не молодой человек, мужчина, так сказать, проблема очень остро стоит, особенно, когда он продает, все-таки у нас есть фермеры, которые направлены на внутренний рынок, и очень маленькие проценты, там, может быть, процентов 5-10, они направлены на внешний рынок, то есть они выручку получают в долларах, а у нас фермеры выручку получают в рублях, а убытки, ну, на те же самые производства, на удобрения, в частности, на удобрения, они несут в долларах, поэтому, да, и цены на ту же самую пшеницу, кукурузу, там, рожь и так далее, а сахар, они все номинированы в долларах, и все равно это все зависит в долларах, поэтому такая возможность есть, допустим, ну, в большинстве развитых стран предприниматели так и поступают, они используют политику хеджирования, то есть они, они знают, что выручку они получают сейчас, а расходы они будут нести в будущем, и никто не знает, какая будет разница между текущим курсом и курсом через полгода, и такая есть, ну, есть такая возможность захеджироваться, то есть заморозить, грубо говоря, для себя курсы, и, соответственно, в дальнейшем ваша сделка будет исполнена именно по такой цене, по которой, ну, на данный момент. Тогда подождите, давайте разберемся, как выглядит этот процесс хеджирования, да, это может сделать каждый, или это какие-то хитрые? Ну, да, давайте я на конкретном примере просто объясню, к примеру, есть какой-то там бизнесмен, предприниматель в Германии, да, который сейчас там продает на миллион долларов, там, пшеницу, образно говоря, в Германии, это у нас еврозона, там евро, он продает в долларах, он продает в долларах, и он знает, там, что через полгода, у него есть, грубо говоря, эти деньги, и ему нужно через полгода купить удобрения. Сейчас он их покупать не хочет, либо у него там, допустим, нет денег, деньги будут только через полгода, либо мы их тупо хранить негде, либо еще что-то, по любой причине. То есть, да, деньги он, то есть, покупать он намерен через полгода. Через полгода. Но решение нужно принимать сейчас, потому что деньги, как бы, допустим, есть сейчас, либо он рассчитывает на такую цену сейчас, но через полгода, когда он будет покупать, ну, в контрактах обычно описывается, что, естественно, оплата производится по мере поставки. Поставка только через полгода. Он может захеджироваться, то есть, он может купить контракт на разницу, то же самое валютная пара, про которую мы вначале говорили, евро-доллар, на такую же сумму, на которую он хочет купить удобрение. И, соответственно, по данному контракту, данный контракт будет исполнен только через полгода. Говорю, какой курс сейчас, он покупает контракт по текущему курсу, соответственно, через полгода цена на те же удобрения, она может быть другая. Если изменится, ну, в долларах или в чем, что изменится, но котировка евро-доллар для того курса, она уже будет заморожена. Конечно, там цены изменятся, но вот эту валютную разницу, валютный риск, который он несет на себя, он погашает вот этой самой. То есть, он уже сегодня себя обеспечивает от этих резких скачков, да, то есть, он обезопасивает себя. Да, и тем более, покупая контракт, вам не обязательно же, говорю, деньги сейчас иметь. То есть, вы заключаете контракт, покупка через полгода. Если деньги будут через полгода, и заплатите через полгода. Но курс вы замораживаете сейчас. Ну, ведь просто так, да, не знаю, почитав некий учебник или посмотрев нашу с вами сегодняшнюю программу, этому ведь и научишься. Можно ли этому научиться? Насколько быстро, да, можно этому научиться? Я имею вот эти вот хитрости игры на бирже, в данном случае на валютной. Ну, такие, во-первых, фишек их масса. А то есть, вы мне не все секреты сейчас открыли? Да я вам один такой, на примере Краснодарского края только. У нас, как это, во-первых, я не говорил, как о каких-то фишках. То есть, здесь важно, допустим, при продаже той же самой валютной выручки, ну, точнее, рублевой выручки в доллары и в дальнейшем покупке тех же самых удобрений, если мы говорим про Краснодарский край, здесь важно именно выстроить бизнес-процесс. Не просто, вот я знаю, что я куплю, продам. Должен четко быть выстроен бизнес-процесс. Это, ну, сродни, знаете, когда люди учатся ездить на автомобиле. То есть, вы приходите в бизнес-школу, ну, не в бизнес-школу, извините, в автошколу, и вам говорят, что, ну, вас, во-первых, обучают правилам дорожного движения. Когда вы обучаетесь правилам, вам, вы периодически там ездите с инструктором. Это опытный водитель, да, который, там, куча у него лет стажа. Он вас учит, показывает, как, что, практические знания, в общем, вы применяете. И, ну, и, грубо говоря, в автошколе человек ничего не знает, и ему вот помогают выстроить бизнес-процесс управления автомобилем, ну, сколько там, за три месяца, в принципе. То есть, вот здесь то, что касается бизнеса, примерно та же самая схема. То есть, приходишь, у тебя есть инструктор, у тебя есть правила, ну, в данном случае, бизнес-движение, и у тебя, там, есть теоретический и практический курс. Это все то же самое работает? Абсолютно то же самое. Я же говорю, здесь и в другом, можно немножко другой пример привести. Вы, в принципе, на автобомбиле можешь научиться ездить сами. Любой человек может научиться ездить сам. Ну, сколько я машин разобью при этом? Да, только здесь минус в том, что вы можете несколько машин разбить, еще какие-то штрафы, и неизвестно, сколько это времени займет. Но, в принципе, здесь пути два. Я же говорю, в принципе, это можно получить знания, структурированные знания, можно учиться самому. Ну, я же говорю, тут о рисках, нужно самому же определяться. Тогда у меня такой профессиональный вопрос, как трейдер-трейдеру. Скажите мне, чтобы вы мне посоветовали, какую-то школу, может быть, какую-то группу школ. Куда мне лучше всего обратиться, я обещать тебе зрителям ничего не скажу. Ну, школ на самом деле у нас в России их немного. Точно, в вузах этому не учат, а в школах этому не учат. Но в вузах какое-то базовое образование дает, но это не совсем то, это не точечные знания, которые необходимо приметь, к примеру, для таких вот вещей. Допустим, у нас брокеры в России. Грубо говоря, у большинства крупных брокеров есть академия прям при них, которая входит в группу компаний. В принципе, я рекомендую обратиться в Международную академию инвестиций трейдинга только потому, что она хотя бы 17 лет уже на рынке, точнее, уже 18 будет в ноябре на рынке. Ну и, по крайней мере, это лицензированное учебное заведение, по окончанию которого можете просто сдать тесты, получить сертификат о дополнительном финансовом образовании. Можно международного образца, можно государственного образца. Ну, будем надеяться, что это с нами, я уже говорил, что это не первый наш с вами разговор здесь в этой студии, я очень надеюсь, что он будет не последний, и мы дальше еще будем учиться этому бизнесу. На сегодня, к сожалению, время нашей программы, оно уже подошло к концу. Спасибо вам большое, что пришли ответить на наши вопросы. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили о финансах, мы сегодня говорили о наших с вами сбережениях, о том, как их не потерять, о том, как их приумножить, что для этого нужно знать. А гостем нашей сегодняшней программы был директор Международной академии инвестиций и трейдинга по Краснодарскому краю Григорий Милехов. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все, увидимся в следующий раз. Всего доброго, до свидания.